В центре Мурманска появится новый футбольный стадион и баскетбольная площадка. Спортивных объектов для учащихся школ и жителей микрорайонов за последние годы уже построено более 130. В этот раз стройка развернулась рядом с лицеем номер 2. О собственном полномасштабном спортивном стадионе под открытым небом более полувека мечтали не только ученики лицея номер 2, бывшей 10-й школы, но и жители всего микрорайона. Спортивный объект строится по всем правилам. Выемка грунта, послойная укладка основы так называемой подушки из специальных материалов, формирование самой площадки, а затем покрытие будущего футбольного стадиона искусственной травой. Открытие намечено на середину октября. Находится, мы видим, школа в таком вот старом мурманском центре, микрорайоне. Стадион окружен жилыми домами и вот здесь уже предусмотрены, вернее, учтены те ошибки, которые сделаны в других микрорайонах. Когда мы ставили вот эти стадионы, потому что, как правило, на стадионе с утра до вечера люди занимаются футболом, мяч летает. И вот перелетает, естественно, жалуются соседи, что и по окнам достается, и вообще мяч мешает. Особенно, когда люди идут, на тебя мяч летят. Поэтому здесь даже сетку лавровители установили, достаточно высокие ограждения. По словам депутатов Гурсовета, программа по строительству игровых и спортивных площадок в Мурманске будет работать до тех пор, пока каждое учебное заведение и каждый микрорайон не получат долгожданный объект. Это очень важно и очень здорово, что у нас в школах появляются вот такие шикарные площадки. Я думаю, что срок сдачи через месяц. И мы придем, посмотрим и будем радоваться вместе с нашими школьниками и их родителями. Вместе с футбольным стадионом здесь построят баскетбольную площадку. Это досуг наших детей. Мы пообщались с подрядчиками. Я довольна, что подрядчики рассказали, что это будет искусственная трава. Это будут высокие непосредственно сетки. Здесь будет мини-стадион для баскетбола. Это досуг наших детей и к тому же взрослых в центре. За последние годы в Мурманске построены более 130 спортивных и игровых объектов. Они широко используются горожанами для активного отдыха и для проведения спортивно-развлекательных мероприятий.